Всем привет! Сегодня я хочу показать вам, как сделать жидкий пластик своими руками без нагревания его, а растворяя его в специальной жидкости. Дальше будем пробовать испытывать жидкий пластик. Во-первых, как клей. Во-вторых, как средство восстановления лопнувших пластиковых деталей. То есть заливать какие-то отверстия, щели в пластике и проверить, когда он высохнет, насколько это соединение будет надежным. Ну и следующее, что я хочу сделать, попробовать заливать какие-то формы с него, когда он затвердеет, насколько он будет прочным и так далее. Чтобы сделать жидкий пластик, понадобится специальный растворитель, стеклянная баночка. Сейчас в него мы накрошим и зальем растворителем. Посмотрим, что станет через сутки, растворится ли пластик или нет. Так, для начала вот такими кусочками покрошу пластик. Не знаю его марку, но знаю, что он качественный. И если моя теория будет правильная, то этим пластиком можно будет ремонтировать какие-то детали, состоящие из того же пластика. Как видим, я немного накрошил пластика для эксперимента и сейчас залью его растворителем. Вот такой вот через сутки получился раствор. Похож на кашицу. Сейчас я попробую его перелить в такую пластиковую бутылочку. Она вроде как сделана из PET-пластика. То есть полиэтилен, он вроде как не должен растворяться. Ну попробуем, перельем и посмотрим. Первое испытание это попробуем отремонтировать лопнувшие пластиковые детали. В данном случае пластиковую лопату. Вот такая вот консистенция получилась. Первым делом берем лопату. Как мы видим, вот в этом месте она треснула. Попробуем ее заклеить. Здесь, дальше. Вот здесь вот трещины. С этой стороны. И вот с этой стороны попробуем замазать. А там, когда высохнет, посмотрим, что получилось. Намазал заднюю часть лопаты. Сейчас уберу ее, она подсохнет. Следующим шагом, пока сохнет лопата, хочу попробовать нанести вот сюда в качестве краски на железный профиль. Убираем на просушку и засекаем время, сколько времени он будет сохнуть. Следующий шаг эксперимента. Буду пробовать заливать форму. Так, насколько на 27 головка. Хочу попробовать сделать барашковый болт из пластика. Как раз вот это будет в виде формы. Что мне понадобится? Вот такая вот шайба. Пулачка на болт. Помещаем болт сюда, вот по центру ровно. Затем залить эту полость. Ну и подождать, пока он высохнет. Ну все, форму я залил. Теперь убираю ее на сушку. Следующее, что я хочу сделать, это склеить два таких вот отрезка профтрубы. Вот таким вот образом. И потом проверить на разрыв, как они будут держаться. Прошло полчаса. И как мы видим, пластиковая краска высохла. Вот эти вот вкрапления, точечки, это, я так понял, не до конца растворенный пластик. Надо было его то ли перемешать, то ли что. Ну так как я экспериментировал, в принципе, довольно неплохо. Вот за полчаса нормально, ничего как бы не... Полностью все высохло, в общем. Вот сейчас будем пробовать его царапать. Как мы видим, вот царапается легко. Ну и тут тоже есть небольшие царапины. Но эти царапины не до конца, они не глубокие. Довольно прочная структура получилась. Так что как краска, в принципе, пластик жидкий. Неплохой вариант. Металл покрашенный есть на тисках. И попробую его поцарапать. Вот, обычная краска, эмаль. Будем пробовать царапать ее. Вот, видите? Как видны царапины тут, и как видны царапины здесь. То есть, ну, разница прямо ощутима. Здесь они намного глубже получаются. Из плюсов. Получается дешевле краски. И держится прочней, чем обычная краска. Высыхает за полчаса. Если еще на солнце, я думаю, у меня в гараже сейчас где-то плюс 5 градусов. Прохладно. Если при температуре 20-30 градусов, будет высыхать моментально. Я думаю, 5-10 минут максимум. Так что вот эта идея с жидким пластиком в качестве краски имеет место быть. Следующий эксперимент, который я проделывал. Как он будет себя вести в качестве клея. Тоже вот через полчаса высохло. Вот сейчас проверим, я не знаю, в качестве клея можно ли его использовать или нельзя. Ну, как бы. Пока держит. Ну, вот таким вот просто. На отрыв довольно нормально так. Вот, смотрите. Нифига, блин, ничего себе. Я даже не думал, что так будет прочно он держать. Ага. Ну, вот получается, все-таки я его оторвал. Как вы видите, схватился он только по краям. Так как прошло всего полчаса. А здесь он еще и жидкий. Можно было подождать сутки. Вот он еще жидкий. Я думаю, за сутки бы он неплохо схватился бы. Но опять же, склеивать железо это одно, а склеивать дерево это другое. Тоже можно этот вариант рассмотреть в качестве клея. Неплохой, я думаю, получился. Имеет место быть. Так, ну что, ждем следующего дня. Так, ну на самом деле, прошло сейчас уже около двух суток. И я вам скажу так, что вот эта идея с заливкой пластика не сработала. Он не высох. Я вот его вылил весь. Болт вытер. То есть, в принципе, он не засыхает, когда толстый слой. Получается, в качестве краски он классно засыхает. Но когда толстый слой, он никак. Так, ну двое суток я ждал и безрезультатно. Так что идея с заливкой форм в качестве жидкого пластика тоже не работает. Так, ну и следующее, третье. Это вот пробовали клеить лопату в качестве вот такого соединительного клея пластикового. Что получилось? Вот смотрите. Вот эта часть довольно держится нормально. Получается, я ее залил пластиком внутри, трещину эту и поставил на место. Все, держится хорошо. Так, ну и вот с этой стороны трещину я заклеил. Не знаю, как она. Попробую пошевелить. Пробую шевелить. Как вы видите, трещина не играет. То есть, в качестве клея трещин на всяких пластиковых поверхностей этот вариант тоже работает. Так, ну а теперь посмотрим, что произошло с самим жидким пластиком через двое суток. Ну, он как был жидкий, так он и остался. Ну, в качестве краски и в качестве клея он мне очень понравился. Спасибо всем большое за просмотр. Если вам этот формат ролика понравился, то я буду экспериментировать разными видами пластика. Всем, кому понравилось видео, обязательно ставим лайки. Не забываем написать в комментариях ваше мнение об этом средстве, об этом составе. Ну и до скорых встреч. Всем пока-пока.